Всем привет, сегодня у нас новости по ETS2 и ATS, и в сегодняшнем видео я решил собрать все интересные новости, которые происходили на этой неделе. Ну и начнем мы с события, которое ждало довольно-таки большое количество людей. SCS, последние дни тезериды, новый DAF XF. Еще несколько месяцев назад я рассказывал, что SCS работают над рейдизом этого грузовика. Я напомню, что у нас в игре есть XG и XG+, это у нас магистральники. XF сейчас это региональная модель. Отличается она по сути высотой кабины и стеклом, которое сделано в двери грузовика. Также из интересного было добавлено новое шасси 6х2, до этого у нас было стандартное 4х2. Сейчас добавили и вариант 6х2. Также, кстати, интересный момент, добавили возможность, грубо говоря, сложить пассажирское сидение. На одном из скриншотов мы это видим. Ну, такой интересный момент, который присутствует на региональных грузовиках DAF. Но сейчас мы переходим к следующей довольно-таки интересной, но все-таки небольшой новости, которую опубликовали SCS вчера в своем блоге. Это обновление DLC CRON. CRON у нас производитель полуприцепов. Как вы все знаете, SCS очень плотно сотрудничает с этой компанией. И вчера у нас произошло обновление данных прицепов. Если, конечно, его можно так назвать. У нас был добавлен новый тип заднего бампера. Теперь он имеет другую конструкцию, которая сделана для безопасности автомобилей, которые могут врезаться в полуприцеп. Чисто визуально этот бампер отличается не сильно. Ну, на любителя на самом деле. Прошлый, мне кажется, выглядел получше. Также был добавлен аксессуар в кабину. Такой вот интересный человечек. Ну и последняя новость, которая меня довольно-таки сильно удивила. И это одна из немногих новостей от команды ProMods за последний месяц. Теперь карта Казахстана будет под разработкой карты ProMods. Поясняю. Разработчик, который занимался созданием карты Казахстана, безвозмездно отдал эту карту в ProMods. Теперь это будет как аддон. То есть это не будет в основной карте, потому что Казахстан находится в восточне основной карты. Но это будет аддон, который можно будет скачать дополнительно. И, соответственно, очень скоро даже в тракер СМП можно будет поездить по Казахстану. Ну и хотелось бы сказать пару слов про карту ProMods. Новостей сейчас никаких нет. Про обновление 2.60. Уже месяц никаких новостей в блоге у них не выходило. Что довольно-таки странно, потому что они обещали новости каждую неделю, но не выходили через 2 недели. Последние новости были, если я не ошибаюсь, про Литву и Польшу. И дальше тишина. И пока про релиз, естественно, 2.60 карта ProMods ничего не известно. Будем надеяться, что в скором времени разработчики карты ProMods оживятся и что-то все-таки выпустить. Вот такой вот сегодня выпуск новостей. Решил объединить несколько новостей в одно видео, чтобы оно было более информативным. Пишите ваше мнение в комментариях по поводу этих новостей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!